Как открыть эту лекцию красивого браузера? Если ты нажмешь в браузере кнопку F, или что ты имеешь в виду? Тебе ссылка нужна на эту лекцию, да? Или чего? Ссылку я кинул в чатик наш, в Телеграме. Я всегда перед лекцией кидаю, у нас всегда там есть ссылка на последнюю лекцию. Ладно, вот. Лекция 4, как обычно. Все то же самое, что вы делаете на каждой лекции. Переключайтесь на ветку номер лекция 4. Заходите в папку лекция 4. Так, план наш сегодня такой. Во-первых, мы с вами на самом деле закончили первую часть. И в каком-то смысле мы прошли самые-таки основные важные вещи в языке Java. Мы сначала пробежимся по тому, что мы с вами прошли. Повторим это. Так, потом мы с вами перейдем к большой новой теме. Она будет касаться веба, разработки больших приложений, работающих через интернет. Соответственно, самый большой наш проект, тот, который вы будете сдавать в самом конце, называется Bomberman. Мы с вами на него немножко посмотрим, а потом посмотрим, как конкретно мы это будем делать. Значит, сегодняшняя часть… Сегодня мы с вами начнем знакомиться с клиент-серверными технологиями. Начнем с протокола HTTP, посмотрим, как сделать клиента, как сделать сервер. И, в общем, попробуем это на практике. Так, давайте начнем с повторения. Во-первых, суммируя то, что мы с вами уже умеем, на самом деле мы с вами умеем довольно много уже. То есть, во-первых, я надеюсь, что вы научились пользоваться Git-ом. На самом деле мне очень много людей пишут по поводу того, что вот какие-то проблемы с Git-ом. Уметь пользоваться Git-ом — это такой же важный скилл, как уметь пользоваться Java. И на этом курсе мы как бы это тоже проходим. Пожалуйста, разберитесь в этом. Так, второе. Как пользоваться Gradle? Там, в принципе, все гораздо проще. Мы с вами упростили проект «Да нельзя». Буквально нам одну команду нужно использовать — Gradle clean build. Вот. Ну, тоже, соответственно, вам нужно понимать, что находится в файлике Gradle.build. Если нет, то, пожалуйста, разберитесь. Так, и третья часть — это в основном то, что вы пришли на последней лекции с Сережей. Мы сейчас с вами вот это все повторим, потому что это важный вопрос на самом деле. Так, и так как этот курс еще записывается на YouTube, может быть, некоторые люди просто посмотрели лекции, почитали их, не делали никакой практики. На самом деле, курс от этого сильно пострадает. Поэтому, пожалуйста, выполните домашний задай номер 2. И вы, присутствующая аудитория, если не сделали, пожалуйста, сделайте домашний задай номер 2. То есть оно как бы закрепляет основные базовые вещи в Java, которые вы должны сейчас уже знать. Мы к нему возвращаться не будем. Сейчас мы быстренько пробежимся по таким важным вещам, которые на предыдущей лекции вы должны были усвоить. Во-первых, давайте ответим на вопросы. У нас есть equals и есть равно-равно, да? Два вида сравнения в Java. Чем они отличаются? Кто может рассказать? Да, вы рассказываете. Равно-равно всегда проверяет указатели. Так как у нас любой класс — это указатель на какой-то объект памяти. Любой объект класса — это указатель на память. И получается равно-равно сравнивать два объекта как просто указатели. А если мы, соответственно, определили метод equals, то, соответственно, вызывается метод, в котором мы уже определяем, по какому правилу нужно сравнивать эти два объекта. Ты очень правильно сказал. Единственная поправка — у нас в Java не бывает никаких указателей, у нас говорят ссылки. Да, но суть та же самая. То есть, еще раз, если мы сравниваем по равно-равно, то мы сравниваем, то есть, ну да, сейчас более так понятно скажу, что мы сравниваем тот же ли это самый объект в памяти. У нас есть несколько ссылок на какие-то объекты в памяти. Если они указывают на один, соответственно, равно-равно вернет true. Да? Ладно, equals. Да, это метод, который где находится, в каком классе он находится, это equals. Да, в самом корневом классе Java object по умолчанию он как определен? Он же как-то определен по умолчанию, правильно? Да, там внутри написано равно-равно, если вы посмотрите прямо в исходнике Java. Ну, соответственно, он нужен для того, чтобы какую-то кастомную логику сравнения объектов написать, да? Ну, например, два пользователя у нас могут быть равны, но в программе не могут представляться одним объектом в памяти. Не знаю. В разных местах возникло представление одного и того же пользователя. Соответственно, вы должны написать об этом equals. Например, сравнивать их по идей. Думаю, это понятно, да? Путать это не нужно. Нужно сразу в этом разобраться. Дальше. Значит, дальше у нас вопросы про исключения и коллекции. Почему я их здесь написал? Потому что, на самом деле, эти вопросы очень популярны на собеседованиях. То есть, если вы собеседуетесь от Java разработчика начинающего уровня, то вас почти точно спросят, какие у вас бывают исключения, какие у вас бывают коллекции. И расскажите, пожалуйста, про коллекции. Поэтому сейчас немножко на этом остановимся. Во-первых, давайте. Какие бывают исключения? Там обычный такой картинку рисует. Да, то есть, ладно. У нас есть какой-то базовый класс, наверное, да, у всех исключений? Есть такой? Это throwable. Да, throwable. Да, это что у нас, интерфейс? Класс. Звучит как интерфейс. Вы можете проверить. У вас же есть код. Throwable. Да, все правильно. Throwable на самом деле класс, хотя звучит как интерфейс. Ладно, под throwable. Что дальше? Какие у нас бывают более конкретные типы? Exception и error. Да, throwable есть exception и error. Чем они отличаются? Почему у них есть два разных? Ну, да, это такой неформальный ответ, но суть примерно в этом. То есть, разработчики языка Java решили, что у нас будут два типа. Один подзывается exception, другой называется error. И как бы error применяется в тех случаях, когда у нас какие-то страшные невосстановимые ошибки. Что-то типа того. То есть, в принципе, в своих приложениях вы тоже можете их заводить, но обычно это означает какую-то системную ошибку. Какой, знаете, error, например? Здесь один очень известный error. И много их, на самом деле, очень известных. Какой? Out of memory? Да, я имею в виду out of memory, ну, конечно, их там много. Ну, out of memory, самый первый, который приходит в голову. Out of memory, error. Это системная ошибка. Если у вас out of memory, скорее всего, вы не сможете от нее восстановиться. Там, лови, лови, не обрабатывай. Ваше приложение дальше работать, скорее всего, не будет. Это системная ошибка, это error. Ладно, у нас есть error, есть exception. Теперь, какие бывают exception? Там еще бывают типы обычно выделяют. Checked, unchecked, да? Да. У нас есть checked, unchecked. Как это в классах представлено? Вот у нас exception. Какие у нас там бывают? Как понять, checked или unchecked? Checked, скорее всего, выбрасывается самим пользователем при помощи throw, а unchecked — это который возникает вследствие выполнения каких-то инструкций, как, предположим, null pointer, error. Нет. Нет. Ты слишком путанно сказал, но еще не совсем верно. Я понимаю, нету. Да, да, я понимаю. Checked — это, которое они не должны проверить. Да, ну, это другой вопрос. Я, на самом деле, еще спросил, как понять по определению класса, это checked или unchecked. У нас есть как бы такой признак. Runtime и exception. Да, все правильно. Есть такой класс, RuntimeException. То есть exception, есть RuntimeException, который от него наследуется. Понятно, что от RuntimeException еще какие-то более конкретные наследуются, да? Ладно, RuntimeException — это что у нас? Checked или unchecked? Да, это unchecked. Вот приведите какой-нибудь пример unchecked exception. Unchecked exception. Ну, pointer. Да, null pointer exception. Ну, ладно, теперь давайте про семантику, да? Вот у нас есть checked и unchecked. В чем смысл разницы между checked и unchecked? Вы уже говорили, просто скажите это еще раз, один кто-нибудь. Ну, вот, например, null pointer exception. Почему? Ловить обязательно. Вот именно что unchecked exception, как бы, по тому, как мы его используем в Java, ловить как бы не обязательно, правильно? Ну, это логично, потому что у нас есть, например, null pointer exception, да? Это unchecked exception. Но было бы глупо каждую строчку кода оборачивать в try-catch и говорить, это строчка кода кидает null pointer exception, там же объекты используются. Ну, поэтому просто есть класс таких довольно-таки популярных exceptionов, то есть в Java, популярные exceptionы отнесены к runtime exception. Ладно. Соответственно, вы свои, свои exception вы точно так же можете их объявить, да? Как runtime. Тогда вам не придется их обрабатывать. Соответственно, выбор всегда за вами. Последнее время мода примерно в том, чтобы как можно больше unchecked exception использовать, так, чтобы было меньше boilerplate кода, чтобы вам не нужно было, опять же, писать try-catch по поводу каждого случая. Но это выбор, выбор такой за вами, короче, выбор за вами. Ладно, давайте теперь перейдем к коллекциям. Я тут просто выписал самые популярные коллекции, давайте быстренько по ним пробежимся. Вот аре-лист. Как устроен аре-лист? Массив. Да. Неизменяемый массив. Почему он неизменяемый? Он изменяемый. Поэтому как раз суть. То есть, да, у нас есть аре-лист, в нем внутри лежит массив. Как он себя ведет? Вот мы туда добавляем элементы. Что происходит? Да, то есть у него был какой-то начальной capacity, да? Capacity. Когда мы туда добавляем слишком много элементов, он увеличивается. Это очень простая статура данных, это все, что надо про него знать. Отсюда следуют все асимптотики его, правильно? Ладно, давайте теперь дальше. LinkedIn-лист. Как устроен LinkedIn-лист? Список, двунаправленный список. Да, это двунаправленный список. Что в нем хранится? И как там все это хранится? В нем хранятся поля, и каждое поле оказывают на предыдущие и последующие. Ну, что значит поля? Ну, какой-то объект, который хранит в себе необходимое значение, предположим, и указать. Ну, вот смотрите, у нас ариэлист есть, да? Это объект. У него какие там поля, у ариэлиста? В реализации, которая в Java. Понятно, что можно реализовать, в принципе, по-разному, но такая стандартная реализация, которая в Java, как она устроена? Элементы, ссылка на следующий элемент. Ну да, там обычно есть ссылка на первый и на последний элемент, да? То есть в самом ариэлисте есть ссылка на первый и последний элемент. При этом что является элементом, на самом-то деле, реализации? Объект, который мы там ложим или нет, кладем? Ну, как бы, вы же делали реализацию линкет-листа, вы должны знать, да? Мы делали линкет-листа, а ариэлиста мы не делали. Да, я сейчас говорю про линкет-лист. А, просто... Линкет-лист, да, извини, я оговорился. Линкет-лист, мы говорим про линкет-лист. Что хранится в линкет-листе? Ну да, то есть там хранятся некие entry или что-то типа того, в которых... То есть это некая цепочка из entry, правильно? По которой можно ходить в две стороны. Отсюда и отсюда, сначала и с конца. Ладно, что хранится в entry? Зачем у нас отдельный объект для этого есть entry, отдельный класс? Что там есть? Данные, два указания. Да, все правильно, там есть данные, есть указатель на следующий элемент и на предыдущий элемент. Ладно. Восемь точку удаляться не будем, слишком много времени на это убьем, посмотрите на предыдущую лекцию. Дальше. Хэш-мэп. Как устроен хэш-мэп? Кто мог все рассказать? Хэш-табличка. Обычная хэш-табличка — это хороший ответ. Это, кстати, просто очень популярный вопрос на собеседование, как устроен хэш-мэп. Потому что на самом деле он не очень просто устроен. То есть вы не сможете взять это просто так догадаться, наверное. Использовать функцию, которая определена в object, хэш-коуд, и, соответственно, ну да, можно хэш-таблиться, но какое у него решение коллизии, это, я не знаю, в частности. Там же есть два вида решения коллизии — списком и, соответственно, массивчиком определенного. А вот в хэш-мэпе он неизвестен. Да, ты все правильно сказал. Да, действительно, есть разные способы. Ну, есть просто разные способы реализации хэш-карта. Например, есть разные способы реализации коллизий. Тот, который в Java, тот, который в Java — это способ через выстроивание лингет-листов в каком-то смысле. Ну, вернее, там есть две ситуации. Первая ситуация. Если у нас в хэш-карте случается коллизия, то сначала мы пытаемся выстроить как бы лингет-лист, да? То есть в этом бакете у нас будет список объектов, у которых это такой же хэш-код. Ну, вернее, да. И вторая ситуация. Если объекты, которые вы туда засовываете, это comparable объекты, то вы можете там построить дерево как бы, да? Вот. И стандартная реализация Java, она еще использует эту возможность. Да, понял. Ладно. Мы сейчас-таки просто быстренько по этому пробежались. Я хочу акцентировать ваше внимание на то, что нужно знать, как это работает. Вот некоторые вещи, если вы не знаете, как работает, пожалуйста, вот с этими разберитесь, потому что это очень популярный вопрос на собеседованиях. Ладно. Еще тут тут же написал хэш-сет. Кто может объяснить, как работает хэш-сет? Это очень просто, потому что мы как бы только что объяснили, как работает хэш-мэп, да? Как они связаны? Это то же самое, что хэш-мэп только использует за хэш-ключа, а не хэш-данных. Насколько это? Нет, ты не совсем правильно сказал. То есть, да, это то же самое, что хэш-мэп. В том смысле, что хэш-сет, если вы посмотрите на стандартную реализацию, внутри содержит хэш-мэп, то есть на самом деле это и есть хэш-мэп, у которого и ключ, и значение — это то, что вы у вас вкладываете. Ключ и значение совпадают. Посмотрите в стандартную реализацию, разберитесь с этим. Это спрашивают на собеседованиях. Ладно. Мы еще с вами немножко поговорили про хэш-код и экваз, да? И вот у нас есть некий контракт. Контракт между ними. В чем он заключается? И как это связано с коллекциями? Так, если два объекта равны по экваз, то они должны быть равны хэш-код. В обратную сторону, если два объекта совпадают хэш-код, они должны быть равны к хэш-код. Логично. Все правильно. Соответственно, как называется та ситуация, когда у двух объектов равен хэш-код, но они не равны по экваз? Так, чтобы связать факты. Да, это коллизия. Просто повезло, да? Хорошо, но на самом деле это еще как бы не весь контракт. Обычно еще накладывают дополнительные ограничения. Какие еще бывают ограничения на хэш-код? На хэш-код то, что он не изменяется в течение жизни объекта. Да, все правильно. Хэш-код не должен изменяться во время жизни объекта. Вот кто может объяснить, зачем все эти ограничения? Почему все это? На шею. Структуры данных, правильно. Да, все верно. Если у вас вот этот контракт не будет соблюден, то некоторые структуры данных, которые основаны на хэшах, ну, потому что мы говорим про хэш-код, работать не будет. Хэш-карта сломается. Вы будете туда записывать данные, а потом не сможете их прочитать. Поэтому нужно обязательно соблюдать этот контракт. Соответственно, если вы пользуетесь интелльнейшей идеей, если у вас какая-то очень простая логика сравнения объектов, наверное, Сережа вам показывал, вы можете просто сгенерить методы equals и хэш-код, и они будут правильные. Кто знает, как сгенерить? Ну, там вы можете выполнить команду generate equals и хэш-код. Научитесь этим. Я вам сегодня покажу на практике. Ладно. Это было наше повторение того, что вы сейчас уже должны как бы знать. Теперь перейдем к более интересной части, к новой части. Бомбермену. Так. Значит, в середине мая, или в конце 25 мая, по-моему, у вас будет защита. На этой защите вы будете сдавать большой проект. Этот проект будет сервер для игры Бомбермен. Соответственно, здесь даны ссылки на эту игру. Пожалуйста, перейдите на нее, посмотрите. Я так быстренько покажу. Пожалуйста, не включайте звуки, если сейчас будете это делать. Он ужасный. Ужасный. Вот. Это реализация Бомбермена, однопользовательская. Хоть там написано мультиплеер, но это имеется в виду мультиплеер на одной машине. Мы с вами возьмем эту реализацию от некоторых человек, которые зовут Мэтт Скала. Добавим к ней сервер. У нас будет по-настоящему мультиплеерная игра. Так. Собственно, та реализация, которую мы будем использовать, она, конечно же, адаптирована для того, чтобы взаимодействовать с сервером. Там есть некая API. Вернее, он умеет использовать API, которую мы с вами сделаем в сервере. Она лежит вот по этой ссылке в нашем репозитории, в папочке Bomberman Frontend. Мы еще про это отдельно поговорим. Ну, сейчас уже можете посмотреть. Так. Сейчас вкратце так очень-очень на общем уровне посмотрим, как будет устроена наша игра. Так. Во-первых, это будет веб-приложение. Веб-приложение. Что это значит? Тут я просто подразумеваю, что у нас будет сервер, да, будет клиент. Они будут общаться через интернет. Да? Ничего особо сложного. Frontend, тот, который от MetaSkull, он у нас будет написан на HTML5 в JavaScript. Вам, в принципе, не нужно разбираться в том, как он устроен, но, возможно, когда вы будете делать сервер, что-то не будет работать, возможно, вам захочется что-то улучшить, тогда залезьте туда, посмотрите. Но это, в принципе, не обязательно. Выканет на Java. Так, интересно. В этом месте должна была быть картинка. В этом месте вы видите картинку? Нет, там в густом слайде, нет? После WCM, там нет. Там агенда почему? А, нет. А, вот агенда. Ладно, я, наверное, все-таки вам покажу эту картинку. А какая картинка? Там картинка, на которой нарисована, как взаимодействует наш клиент и сервер. Вы по CMO? Нет. Я вам сейчас так ее покажу. Ладно, вот эта картинка. А, она точно есть в лекции, да? Ладно, у меня почему-то нету. Я вам покажу здесь, вы посмотрите, если она у вас есть. Тут написано, что у нас будет в проекте. То есть вот у нас будет готовый проект с игрой. Там, соответственно, будет… То есть здесь называется WebClient. Это тот самый переделанный проект от MetaSkall на JavaScript. У нас будет сервер, в котором будет две части. Есть серверная часть, да? Там будут две части. Первую мы называем frontend. На самом деле, по словам frontend, очень многие люди разные вещи понимают. Мы будем понимать с вами Web-приложение, которое возвращает клиенту, соответственно, вот этот вот JavaScript, HTML. О нем вам тоже думать особенно не надо. Мы вас научим его разворачивать. Дело так, чтобы все работало. Та часть, которая называется GameServer, мы с вами будем ее разрабатывать. Соответственно, что я вам хотел показать на этой картинке на самом-то деле? То, как будут взаимодействовать эти части. Ну, на самом деле, любые веб-приложения взаимодействуют как-то примерно так. Некоторые не использовали Psocket, естественно. Но суть примерно всегда одна и та же. Вот у нас есть клиент. Это будет наш клиент от MetaSkall. Откуда он вообще возьмется? Откуда клиент возьмется на машине пользователя? В браузере? Откуда? Как он попадает туда? Регистрируется. Нет, нет, я просто имею в виду такие совсем базовые вопросы по поводу того, как клиент-серверные вещи в интернете работают. Можете какие-то опросы. Да, то есть пользователь из браузера, да, делает в HTTP запрос на некий сервер. Хорошо. Что потом происходит? Сервер. Открывает сервер. Ну, да. Конечно, он начинает обрабатываться сервером, но я сейчас имею в виду, вот мы просто сделали запрос, да, у нас еще нет никакого JavaScript, так и никакого HTML. Мы просто делаем запрос на какой-то URL. К нам приходит, собственно, HTML и JavaScript, правильно? Он приходит откуда? От того, что мы называем frontend. То есть там на самом деле просто статически хранит статический контент. Просто какой-то HTML файлик лежит на веб-сервере, там есть JavaScript, CSS, все, что нужно. И страничка вам попадает на клиентскую машину, в браузер. Все, теперь у вас, у клиента есть приложение. И это приложение может взаимодействовать с настоящим игровым сервером. Пока что понятно, да? Кому не понятно? Это совсем базовая вещь сейчас рассказываю. Дальше. Как мы будем взаимодействовать с игровым сервером? У нас будет несколько типов взаимодействия. То есть вы понимаете, наверное, что вот у нас теперь есть клиент игры, да? Представим такую ситуацию. У нас есть где-то сервер. Соответственно, так как эта игра многопользовательская, то получается, что игрок должен сказать серверу, что я хочу поиграть, да? Ну, мы будем это делать с помощью HTTP-запроса. Если вы еще не понимаете, как все это происходит, мы сейчас с вами в этом разберемся как раз. Как работает HTTP-запрос, как писать клиенты сервера, как они взаимодействуют. Ладно. И так делают несколько пользователей, да? Они говорят, я хочу поиграть. Например, у нас есть какой-то там матчмейкер на этом сервере. Матчмейкер смотрит. Ну, просто, не знаю, некий объект, некий сервис, который следит за тем, кто хочет поиграть. И он, например, считает, что, чтобы начать игру, нужно четырех человек дождаться, или двоих. Вот он дожидается и запускает игру. Все. Теперь наш клиент начинает постоянно взаимодействовать с сервером. Это взаимодействие можно по-разному, в принципе, реализовать. Мы с вами будем использовать для этого протокол WebSocket. Про него будет отдельная лекция, сейчас про него говорить не будем. Сегодня у нас лекция про HTTP-запроса. Кому вот эта схема непонятна? Здесь совсем базовая вещь написана. Ладно, давайте дальше. Так. Теперь, собственно, поговорим про HTTP. Во-первых... Скажите, у вас правда нет никаких картинок в лекции? Да, ладно. А, хорошо, все. Ладно. Модель OCI — это просто очень популярная тема. Очень многие люди говорят, что знаешь, что это модель OCI. Давайте просто поговорим о том, о чем она вообще, да? Почему я здесь ее нарисовал? Это модель, которая как-то классифицирует протоколы. Правильно? Протоколы взаимодействия. Мы с вами сейчас говорим про протокол HTTP. Давайте так сначала просто определим, где он в модели OCI. Да? Во-первых, ладно, давайте так. О чем говорит модель OCI? О чем она вообще? Для чего она нужна? Что она говорит? С помощью каких протоколов взаимодействуют? Ну, она говорит не то, чтобы с помощью каких протоколов, а как устроено как бы взаимодействие большого количества протоколов в интернете, так, чтобы все в итоге работало, да? И обычно выбирают несколько уровней. Вот в модели OCI их 7. В принципе, есть другие модели. Вообще модель OCI не очень хорошо ложится на реальный мир, но вот в модели OCI их 7. Протокол HTTP, его относят к уровню Application, или к самому верхнему уровню. Что это значит? Ну, вот ладно, например. Какие у нас популярные протоколы? TCP, IP, да? TCP, IP они где? На каком уровне? Да, то есть они, получается, уровнем ниже, да? Чем протокол HTTP. Что это значит на практике? Что это значит? Когда работает HTTP, он обращается к TCP. Когда работает HTTP, он обращается к TCP. Ну, не совсем так, но я думаю, что вы понимаете суть, да? То есть, смотрите, вот у нас есть какой-то клиент, который работает по некому протоколу. Например, HTTP. У нас есть какой-то сервер, который тоже работает по протоколу HTTP. Как все это происходит? Как это ложится на модели OCI? Вот мы, например, знаем, да, что протокол HTTP – это у нас клиент-сервный протокол. Что это значит? Ну, значит, что клиент в какой-то момент делает запрос на сервер. Вот он делает запрос. При этом понятно, что сам протокол HTTP не умеет сам сделать запрос, да? Ему нужно использовать какие-то другие протоколы. Вот, например, у нас есть TCP, IP протокол, да? Что произойдет с HTTP? Он его соберет и доложит немощную информацию. Он – это кто? Он его соберет. Следующий. Угу. Да, да, все примерно верно. Я повторю. Соответственно, вот у нас есть какой-то запрос в каком-то протоколе, например, HTTP. Что происходит? Это протоколы более нижних уровней. То есть оборачивают вот этот наш запрос, делают все, что… Ну, добавляют туда всю информацию, которая нужна на этом уровне взаимодействия. Ну, там, например, если мы говорим про протокол TCP, он добавляет информацию о том, к какому порту мы обращаемся, да? Если мы говорим об IP, типа на какую машину. Ну, есть некий IP-адрес, мы как бы к ней обращаемся. Не важно, как это работает. Важно, что на каждом уровне есть некий уровень абстракции, да? И в конце мы доходим до некого совсем базового уровня, типа Wi-Fi, не знаю, провода. И по ним в итоге посылаются все данные. То есть понятно, что в итоге любой запрос — это будет некая такая матрешка, в которой с самым низким уровнем. Или в самой глубине находится самый высокоуровневый запрос. А потом вокруг него обложено гигантское количество еще дополнительных заголовков, дополнительной информации, которая нужна для пересылки. Да? Так просто, чтобы вы понимали, как это все в итоге происходит. Мы сегодня с вами будем говорить конкретно про протокол HTP. Да. То есть HTP находится на уровне приложения. В принципе, сути этого слайда примерно в том, что мы не будем говорить про модель OCI. Мы будем использовать в основном… Ну, как я уже сказал, модель OCI не очень хорошо ложится на реальный мир. Обычно говорят про то, что у нас есть TCP IP-стег. То есть это некие протоколы, которые сразу несколько уровней занимают в модели OCI. Потом посмотрим на примере, как это… почему это нам важно, в принципе. Ладно. Так. Какие есть основные понятия, да, в HTTP? Как вообще понять, что там происходит при общении по протоколу HTTP? Обычно говорят, что есть некая сущность, которая называется ресурс. Давай сейчас разберемся. Вы можете почитать документацию, там есть формальное определение, но мы не говорим формально, мы говорим так, чтобы было понятно и просто. Вот смотрите, у нас есть какой-то сервер. И на нем запущено какое-то приложение. Вот давайте на каком-то примере, да. Например, у нас есть чат. Чат. Соответственно, мы хотим сделать веб-серверное приложение чат. Понятно, что в нем есть какие-то сущности. Ну, там, например, там есть юзеры, они посылают сообщения. Это все разные сущности. И как мы с ним будем взаимодействовать на логическом уровне? Например, когда пользователь заходит в чат, пользователь говорит, я вот пользователь с такими-то настройками, у меня какой-то пароль, такое-то имя, я захожу в чат. Мы будем говорить, что мы как бы взаимодействуем с ресурсом пользователя. То есть мы логически на самом деле в приложении можем выделить некие такие вот ресурсы. Например, пользователь — это ресурс. Перед тем, как мы взаимодействуем? Да, давай вопрос. Надо получать информацию, которую нам юзер отдает, которую мы можем... Не совсем, не то чтобы эта информация, которую пользователь отдает, это просто у нас на сервере есть некие сущности, и мы с ними взаимодействуем. Это очень общая сейчас сказал. Ну, например, смотри, вот у нас есть чат, да? Понятно, что в чате есть много пользователей разных. И вот ты, когда заходишь в чат, ты можешь сказать, вот я такой-то пользователь. Или там, не знаю, ты заходишь в чат и хочешь посмотреть информацию о каком-то пользователе, да? Ты говоришь серверу, дай мне, пожалуйста, информацию о ресурсе пользователя с таким-то ID, например. Вот в этом смысле мы используем слово ресурс. Понятно, да? То есть на самом деле это любая сущность на сервере. Логическая сущность. Как мы взаимодействуем, если мы говорим про протоколу HTTP, как мы взаимодействуем с ресурсами, если мы говорим про протоколу HTTP, то с помощью методов, HTTP методов. Какие вы от нас HTTP методы? Да, ну то есть на самом деле просто в протоколе HTTP определены способы, с помощью которых вы можете общаться с ресурсами, да? В каком-то смысле это get, post, put, delete, возможно, еще некоторые другие, но основные — это вот эти вот. Про них дальше более подробно посмотрим. Ну и, соответственно, есть еще понятие URI, то есть universal resource identifier, то есть у каждого ресурса есть некий способ его получить, да, ID. Есть еще понятие URL, эти понятия URI, они в принципе разные, но мы будем с вами говорить URI и не будем углубляться в терминологию. Ладно, теперь более конкретно про методы, да? Нет, про методы чуть попозже. Ну, это тоже базовое понятие HTTP. Вот у нас есть, как говорят, веб-клиент и веб-сервер. Поэтому подразумевается, собственно, HTTP-клиент, HTTP-сервер, да? Что такое на самом деле веб-сервер? Это некое приложение, правильно? Просто приложение на физическом сервере или на виртуальном сервере, неважно. Которое можно обращаться по протоколу HTTP. Обычно это приложение, которое поднято на порту 80. По умолчанию так считается. Кто понимает, что такое порт? Кто не понимает, что такое порт? Интуитивно только, что... Ну да, ну ладно, во-первых. Вот мы с вами сказали, что вот мы вроде как живем в мире, который работает по протоколу TCP-IP, да? Можно сказать, что порт — это сущность протокола TCP, в принципе. Ну давайте так разберемся. Я думаю, что вы все эти понятия уже знаете. Я просто, как сказать, соединю их, попробую их соединить. Вот у нас есть одно приложение на одной машине, да? Например, это браузер. Есть какое-то другое приложение на другой машине. Например, это веб-сервер с каким-то приложением, например, с чатом, да? И мы хотим, чтобы они взаимодействовали. Мы хотим, чтобы пользователь из чата сделал запрос в чат, написал туда сообщение или получил список сообщений, да? Например. Как приложение может сказать, я хочу обратиться вот к тому приложению? Как браузер может сказать, я хочу обратиться конкретно к этому чату? Как? Вы все пользуетесь интернетом, вы знаете. Просто давайте скажем более формально. Да, ну во-первых, да? Ты должен сказать, как бы, на какую машину идти в каком-то смысле. Куда идти? Это не обязательно значит машина обычно, но в итоге все сольется к машине. Если ты пользуешься интернетом, ты обычно пишешь там, не знаю, какое-нибудь DNS-имя, правильно? Ну, там, например, chat.ru, я не знаю, просто случайно сказал, chat.ru. Потом у нас есть некий механизм DNS, да, который резолвит это на самом деле, некий IP-адрес, да, сущность уровня протокола IP, который идентифицирует сетевой интерфейс, но мы будем говорить машина, да, какую-то машину идентифицирует, какой-то реальный сервер. То есть ты сказал chat.ru, какой-то механизм сработал, ты в итоге получил адрес машины. Ладно, понятно, что на одной машине может работать несколько приложений, да ведь? Ну, очень часто на машинах работает много приложений. При этом нужно сказать, к какому именно обратиться. То есть это может быть гигантский сервер, там есть чат, там есть, не знаю, какой-нибудь видеохостинг, еще что-нибудь. Для этого используется понятие порта, да, порт. Если мы говорим про модель TCP-IP, соответственно, это будет TCP-порт. У разных приложений будет на одной машине разный порт в каком-то смысле. Может быть, их будет несколько, да, кому непонятно. Ладно. Соответственно, вот есть у нас на машине поднят веб-сервер. Сейчас мы возвращаемся к этому. Он обычно по умолчанию поднят на 80-м порту. То есть, чтобы обратиться к веб-серверу на этой машине, ты должен знать ее IP-адрес или DNS, который реализовывается в IP-адрес этой машины, и порт. Если вы в интернете не пишете порты, это значит, что обычно вы попадаете на 80-й порт. Куда-то там. Обычно, да? Все. Такие базовые вещи. Ладно, какие у нас бывают веб-сервера? Ну, это, я думаю, это название на слуху, да? Apache, Nginx. В принципе, много разных. Мы с вами будем использовать, что называется, embedded. Там кат. То есть, что это будет значить? Вот мы же с вами пишем Java-приложение, да? Наш сервер — это будет Java-приложение. Мы хотим, чтобы это было веб-приложение. То есть, чтобы наше приложение отвечало как веб-сервер. То есть, чтобы оно отвечало на 80-м порту. Чтобы оно делало какую-то там машинерию, которая обрабатывает запросы. Соответственно, просто в нашем приложении мы будем использовать некую библиотеку, которая внутри содержит встроенный веб-сервер, который все это умеет. который, более того, позволяет расширить функциональность веб-сервера. Мы это и сделаем. Кому непонятно? То есть, мы напишем приложение, внутри которого будет embedded Tomcat, это веб-сервер, для которого мы напишем в некотором смысле расширение, которое позволит обрабатывать запросы, как мы хотим. Это понятно, да, ведь? Так. Почему у меня Tomcat? Это просто дефолтный для того фреймворка, который мы используем. Можете использовать любой. Не то, чтобы любой. На самом деле, тут как бы довольно важный выбор. Есть их много разных. Мы с вами будем использовать embedded Tomcat, просто потому, что нам не важно, мы не хотим заморачиваться на самом деле. Есть большая разница между Apache, Jinx, embedded Tomcat, Jetty. Это все разные вещи сильно отличаются. Ну, смотри. Во-первых, первые два в таком виде, они не embedded, то есть, их нельзя просто взять и запустить как библиотеку из вашей Java программы, да? Есть embedded версия. Понимаешь, что вы embedded, да? Нечто используем как библиотека. У нас был выбор, например, между embedded Tomcat и Jetty. Jetty популярный встраиваемый веб-сервер. Это дефолтный. Мы его выбрали просто потому, что он дефолтный. Так. Это будет чуть-чуть практики по HTTP, чтобы понять, что конкретно как происходит. Я вам сказал поставить CURL, да? Или curl, как многие называют. У кого нету, curl. Ладно. Для начала вам может и браузер годится, конечно. Это, в принципе, тоже хороший HTTP клиент. Но я вам все-таки предлагаю поставить CURL. Или если у вас есть какие-то там замены CURL, о котором вы любите пользоваться, сможете пользоваться ими, я буду все примеры показывать с помощью этой программки. То есть, это просто маленькая программка, которая является клиентом для многих протоколов, в том числе HTTP. Это на самом деле библиотека, но еще есть очень популярная консольная программка. Я буду все показывать в консоли. Так. Ладно. Во-первых, начнем даже еще с более базовой вещи. Значит, HTTP, если мы говорим про версию 1.1, да, это у нас на самом деле текстовый протокол. Это что значит, что мы можем сделать такую вещь. Вот смотрите, у нас есть сайт example.org. И я точно знаю, что на нем поднят веб-сервер на 80-м порту. Я могу с помощью программки TILNET. Что такое программка TILNET, кто знает? Что такое программка TILNET? Да, это просто маленькая, очень простая программка. Если у вас ее нет, ничего страшного. Я просто вам покажу, и потом вы можете про нее забыть. То есть она популярная. Маленькая программка, которая всего лишь может обратиться к любому порту любой машины и посылать туда текстовые данные. И получить ответ, соответственно. Вот мы сейчас так и сделаем. Просто проверим, как все это работает. Если у вас нет TILNET, опять же, ничего страшного. Я сказал, TILNET, обратись, пожалуйста, на example.org, на порт 80. Он говорит, введите, пожалуйста, запрос. Ладно, я ввожу запрос. Сейчас как раз разберемся, почему я им так написал. Правильно? HTM, да, действительно, HTTP. Все отлично. Мы сделали запрос. Он состоялся всего из двух строчек. Это самый простой HTTP запрос, который можно было сделать. Как закончить запрос? Ну, чтобы нажать Enter два раза. В смысле, что мы должны иметь пустую строчку в конце запроса и потом еще раз Enter, где-то, чтобы отправить его. Ладно, давайте сейчас объясним быстро, что произошло. Чтобы просто понимать, как работает протокол HTTP. Во-первых, это клиент, серверный протокол, опять же. То есть мы, как клиент из TILNET делаем текстовый запрос на сервер. Что мы там пишем? Вот мы пишем get index.html. Get — это что? Get — это метод. Это самый метод, с помощью которого мы можем обращаться к ресурсам. В данном случае мы не используем терминологию ресурсов. Мы просто говорим, пожалуйста, HTTP, дай мне файлик с таким-то именем сервера. Index.html — это обычный корневой файлик во всех веб-приложениях. Под комнату протокола HTTP 1.1. Ну, еще там в версии протокола HTTP 1.1 нужно обязательно писать хост. Ладно, что такое хост? На самом деле понятно, что вам хочется иногда делать разные HTTP-запросы. В каком смысле разные? В смысле, что запросы с разными метаданными, да? И там запросы с разными параметрами. То есть так же, как вы функции зовете с разными параметрами, HTTP-запросы могут быть с разными параметрами, правильно? Соответственно, способ это сделать — это использовать хедеры, что называется, заголовки HTTP-запросов. Вот один из них — хост. Их много разных, мы с вами с ними познакомимся. Мы сделали запрос, сервер получил, сделал там что-то и сказал нам, «Все хорошо, HTTP 1.1 — 200 ок. 200 ок означает, что все хорошо, правильно?» И потом возвращает нам, опять же, некие заголовки. То есть, например, это было отправлено тогда-то, такой-то тип контента, это HTML. Много-много других заголовков, и потом, собственно, сам текст. Кто не понимает, что здесь происходит? Соответственно, все те же самые возможности, самые базовые возможности HTTP-протокола, вот эти вот, мы будем использовать для работы нашей игры. Более того, по протоколу HTTP работает гигантское количество веб-приложений. Корпоративного уровня, не знаю, маленькие мобильные приложения, большинство, я думаю, что веб-приложения работают примерно по такому принципу. У нас есть какой-то клиент, возможно, это программный клиент, он делает запрос на веб-сервер, там что-то происходит, он возвращает некие данные, вот и все. О, господи. Ладно. Здесь мы с вами уже разобрались, что у нас есть, да, там, собственно, есть хедер запроса, да, нет информации. Понятно, что вы можете передать еще некоторое, не знаю, некое тело запроса, да. Ну, например, когда вы посылаете сообщение в чат, вы делаете HTTP-запрос, да, ведь? Скорее всего, в каком-то виде. И вы хотите же передать сообщение, и это сообщение, скорее всего, будет включено в body. То есть в вашем запросе еще будет дополнительный body с сообщением. Ладно. Это те методы, с помощью которых можно общаться на языке, на протоколе HTTP, да. Можно взять ресурс, можно пост послать ресурс, можно put, ну, там, не знаю, изменить ресурс, положить его куда-то, в каком-то смысле, дарить, ударить ресурс. И многое другое. Что про запрос надо понимать? Есть статус-код, да, мы с вами видели, там было 200 ок. Есть классификация статусов. Я думаю, что вы все ввели 404, я думаю, что вообще вы все знаете про эти статусы, да, кто не знает. Ну, и все остальное то же самое. Соответственно, мы с вами будем использовать все это. Мы будем с вами использовать и статус-коды, и респонс-хедеры, и body. Все это нужно понимать. Довольно просто. Если что, есть спецификация. Ну, да, понятно, что самый популярный, на самом деле, кип-клиент — это браузер. Когда вы делаете какой-нибудь запрос, пишите google.com, вы делаете http-запрос на сервера гугла. Да, ведь? Единственное, что вы делаете, какой запрос? Какой метод? Да, вы делаете get-запрос. Но, как вы видите, http позволяет не только get, может позволять put, может позволять delete. Ну, это я имею в виду, если вы просто какой-то там адрес вбили и нажали enter, это будет get-запрос. Ладно. Соответственно, почему в TTP так популярен на самом-то деле? Потому что он простой. Это очень простой текстовый протокол. Все его знают. Он широко используется в интернете. Сто раз проверим. Скейлабилити. Что под этим подразумевается? Ну да. То есть, если ваше приложение внезапно стало очень популярным, и оно построено по принципам, то есть, на основе http-протокола, да, то его очень легко сделать, легко расширить. Есть много разных способов. Самый простой способ — просто добавить еще машин, на которых будут эти ваши веб-сервера с вашей логикой, и просто добавить некие, не знаю, прокси, которые будут посылать на какую-то из этих машин. Протокол http отлично это делает много лет. Ну, то есть, система, построенная на протоколе, отлично работает по такому принципу. Естественно, что у него есть некие недостатки. Не то чтобы недостатки, это ограничение этого протокола. Вы видели эту картинку. У CI там было гигантское количество протоколов. Все они, естественно, для каких-то целей. Есть просто более подходящие для других задач. Например, естественно, если у вас какое-то приложение, которое должно посылать огромное количество данных на большой скорости, то вам http, возможно, не подойдет. Ну, например, если вы пишете YouTube или свой YouTube, или просто YouTube, то вряд ли вы будете использовать там http. Ну, то есть, вы не будете использовать http для пересылки видео. Естественно, он не подходит для этого. Там вы не хотите посылать… Если бы вы использовали http, то что бы было. Вам бы пришлось постоянно делать огромное количество http-запросов, каждый из которых получает какой-то кусок данных, не знаю, маленький кусочек видео, например. И при этом это будет гигантское количество этих заголовков. Вам придется создавать TCP-сессии постоянно, и потом их разрывать. Скорее всего. Возможно. То есть для этого http не подходит. http подходит для периодических, не очень частых запросов на получение обычных текстовых данных. Ладно. Второе. Да. Вопрос. Периодически. Ну, насколько периодически… Ну, это, конечно, я очень неформально сказал, но вот опять же, пример, да? У нас есть игра. А все достаточно быстро должно… Да. Да, все верно. Ну, просто мы с вами не будем использовать http-протокол для, собственно, посылки данных об игре, об состоянии игры. Мы не будем это делать на http. Ну, мы будем использовать http для того, чтобы подсоединиться к игре, например, послать данные для того, чтобы начать игру. Вот. Ну, то есть, да, для того, чтобы слать данные с сервера на клиент, постоянно мы будем использовать другой протокол веб-сокеты, который позволяет установить соединение и слать по нему данные в обе стороны. Вот. HTTP для этого не подходит. И, опять же, да, почему, опять же, мы для игры не будем использовать http, потому что, ну, когда у нас запущена игра, у нас есть клиент, который какие-то данные шлюет на сервер, а есть еще другие игроки, которые тоже там как-то играют, они посылают данные на сервер, и сервер нам должен об этом сообщить. Да ведь? Но мы с вами знаем, что http – это клиент сервера на протоколе. И там активность должен проявить клиент. Сначала клиент должен спросить, и Dr.Demo тут же ответит. Есть, конечно, http 2.0, там есть некие дополнительные возможности по поводу того, чтобы сервер нам дополнительно сообщал данные сам без всякого запроса, но это, честно говоря, не то, для чего он создан, и для этого лучше использовать другие протоколы. Ну, то есть в нашей схеме просто не получится с помощью http получать данные с сервера, если мы не сделали запрос. Ладно. CURL. Ну да, я уже говорил про CURL, просто очень популярная библиотечка. Многие браузеры просто внутри используют эту библиотечку, на самом деле. Мы с вами будем использовать Command Line Client для нее. Давайте я сейчас сделаю небольшую паузу. Если у вас она не стоит, то, пожалуйста, зайдите, поставьте ее. Вот. Мы сегодня с вами будем использовать библиотечку CURL. Очень много. Давайте просто для примера посмотрим, как она работает. То же самое, что мы делали с помощью Tillnet. Мы сейчас сделаем с помощью CURL. Заходите в консоль, да? Неважно, в какой папочке, естественно, потому что мы делаем запрос на веб-сервер. CURL минус i минус x get, то есть, пожалуйста, CURL, дай нам запрос, get запрос на вот такой-то адрес. Да? Минус i, значит, выведи нужную нам эту информацию. Почитайте, что это значит. Хедер выведи. Или содержание. Ну, опять, то же самое. Мы получили 200, окей, да? Просто вы понимаете, как им пользоваться. Соответственно, точно так же вы можете писать мне x get, x post, а будете делать пост запросы, да? Delete, Delete запросы. Это нам сегодня пригодится. Значит, дальше. Эти примеры вам сегодня пригодятся на практике, как делать пост запросы, да? Просто синдексис CURL. Ну, на что здесь обратим внимание? Вот смотрите, у нас есть пост, да? Вот смотрим, CURL, пост. Мы пишем CURL минус x post и дальше минус d. d – это значит данные, дата. То есть, мы хотим послать вот эти данные. У нас с вами будет пример чата. Мы с вами будем писать сегодня чат и будем посылать, да, сообщение. Вот, соответственно, параметр сообщения будет выглядеть именно так. Минус d, что-то там. Ну, и дальше, естественно, вы пишете, куда этот запрос, да? Ладно. Так, теперь немножко разберемся с терминологией. Просто это очень популярное словосочетание REST API. Мы поймем, что под ним подразумевается. Ну, да, это Representational State Transfer. На самом деле, это довольно сложное понятие идеологии, некое, стоящее за этим. Но суть примерно в том, что чтобы писать сервисы, которые взаимодействуют по HTTP и подчиняются неким простым правилам. В принципе, это некое такое каноническое использование HTTP для общения разных сервисов, да? Соответственно, обычно, когда говорят про REST, вот именно тогда говорят про ресурсы. Ну, и REST API — это популярная вещь среди многих крупных сервисов. Например, у Twitter есть API, да? У GitHub есть API, у ВКонтакте есть API. Обычно это все REST API. То есть, чтобы получить какие-то данные из ВКонтакта о каком-то пользователе, вы, в принципе, можете сходить на специальный сервер, передать там специальные параметры. Возможно, вы должны быть зарегистрированы. Возможно, у вас должен быть какой-нибудь специальный ключ, который вы передадите в параметрах. И вы получите таким образом программную информацию оттуда. Да? Ладно. Ну, то есть, что поднимается по словам REST API, это то, что у сервисов может быть некий HTTP API. И, собственно, сейчас мы с вами будем его смотреть на примере чатика, который мы с вами сами разработаем. Вот. На самом деле, я уже разработал некий чатик. Он поднят на адрес, по адресу, по этому адресу. Просто скопируйте его. Если вы по нему перейдете, там будет, мне кисает, не важно, что там, просто на этом сервере будет развернут наш чат. И у него вот такой вот API. Дальше несколько слайдов про то, какое API. Вот, например, возьмем первый. Вот просто научимся его читать, да? Это наш способ описания REST API. Мы дальше будем использовать чат онлайн. Вот, посмотрите. То есть, если вы перейдете вот тот самый, тот самый адрес 54, там что-то, 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 потом вы должны написать порт. Наш чат пойдет на порту 8080. Здесь тоже написано. То есть пишите адрес 2.8080 и потом вот этот вот путь, да? Чат онлайн. Я сейчас тоже с вами сделаю. Вот. Беру этот самый адрес. Пишу 8080. Двоеточие 8080. Чат. Онлайн, да? Только я онлайн. Только я пользовался этим чатиком пока что. Вы еще нет. Хорошо. Есть способ залогиниться в этом чатике. Вот давайте сейчас кто-нибудь попробует залогиниться с помощью cURL. Кто первый, тот получит 2 балла. Ну, естественно, пишите, как вас зовут. То есть под своим настоящим именем залогиньтесь. Вот. Кто не понял, что надо сделать? Надо попробовать залогиниться в этом чате, используя описание API. Любым доступным вам способом. Ну, например, с помощью cURL, да? Я это увижу. Какой вопрос? Вот смотри. Как залогиниться вопрос? Ответ. Вот у нас есть описание API, с помощью которого можно залогиниться в наш чат. А? Получилось? Сейчас проверим. Вот я захожу на чат онлайн. Да, действительно, Степан. Я не найду, какого конкретно Степана. Лучше напишу фамилию. Залогиниться еще раз. Ну, ладно. Да. Хорошо. Я тебя найду. У кого-то получилось. Еще раз объясняю, что нужно сделать. Вот у нас есть описание рест API, да? Некого сервиса, который у нас поднят на том адресе, который я вам дал. Вы должны сделать туда запрос. Причем, смотрите, это пост-запрос. Это пост-запрос. То есть вы должны в cURL написать что? Давайте сейчас тоже это буду делать. Дальше что надо писать? У вас там есть примеры? Да, минус x. Это не get-запрос, это пост-запрос, да? Пишем пост. Ну, еще мы хотим, можем вывести информацию на запросе. Минус и напишем, неважно. Дальше что пишем? Что писать дальше? Ладно, минус d. Ну, давайте посмотрим на это API. Тут у нас есть параметр. query.param.name. Name. То есть я здесь пишу. Name равно. Ну, там, не знаю, например, админ. Я буду админ. Теперь куда мы делаем запрос, да? Куда? Вот у нас есть этот адрес. Еще давайте все-таки сообщим, что это http-запрос. Пишем здесь вот так, http. Оп, два раза написал. И по какому адресу у нас этот сервис расположен? Вернее, конкретно этот ресурс. Чат-логин. Пишу, чат-логин. 404 note phone. Что-то не то. Где-то мы ошиблись. Где? Мы не писали порт. Порт 8080. Все, 200. Все получилось. У кого что-то не получилось? Поднимите руку. А что? Какой статус? Что еще раз? Показать? Вот. То есть, еще раз. CURL. Сделай пост-запрос с такими-то данными. То есть, мое имя админ. Важно написать правильный параметр, потому что обрабатывается именно параметр name. Дальше. По протоколу http на такую-то машину, на такой-то порт, вот по такому-то URI. Получилось, да? Ну, ладно. Если не получилось, то ты должна видеть почему. То есть, ты видишь здесь статус не 200. Он пишет, что нет. Недопустимый метод. Значит, ты написал не пост. То есть, у тебя вон выбор. Минус x post, минус x get, минус x delete. Все так же, но недопустимый метод. И что? Потому что там минусы еще на. Нет, минусы просто... Нет, минусы — это просто вывод хедера. Чтобы я видел статус, да. Минус x выбирает тип запроса, минус x post. Тип метода. Ну, я второй раз залогиниться под тем же именем не могу. Ну, короче, я смотрю, что у многих получается. Если у вас что-то не получилось, у тебя не получилось еще, да? Ну, спроси соседку, иди потом, я тебе помогу. Ну, если я что-то сделаю не так, например, вот я, смотрите, например, я случайно сделал не тот метод, да? Выберу метод get. Просто мой сервер написан так, что он get, и туда не обрабатывает. И мне возвращается статус 405. У тебя такое же, да? Ну, значит, ты, скорее всего, не указала минус x get. Или не указала, минус x post должна указать. Ну, всякое бывает, я не знаю. Спроси кого-нибудь. Не то, чтобы всякое бывает, но если что-то сделаю не так, понятно. Ладно. То есть все парамиды, которые мы с вами ввели, они важны, проверьте их, пожалуйста. Ну, кроме минусы. Ладно, давайте дальше. Вроде бы многие люди справились. Точно так же вы можете смотреть сообщения в чате, да? У нас есть просто чат, чат на том же сервере. Я просто так написал, что когда кто-то логинится, здесь сообщение выводится о том, что он залогинился. Ну, естественно, это же чат, можно писать в чат. Давайте кто-нибудь что-нибудь напишет. Кто первый напишет, тоже два балла получит. Напишите. Ладно, что угодно, только такое, что можно на YouTube показать, да? Мы сейчас делаем метод say. Чат say. Не делаем, а делаем запрос на этот URI. Ладно, я тоже буду параллельно делать, но вы делайте сами, не подсматривайте. так. Так, я написал, и у меня получилось. Ну да, я даже был не первый. Ладно, еще ждем две минуты. Ждем две минуты и продолжим делать то же самое, только из Java. Естественно, мы хотим научиться делать HTTP-запросы и потом еще обрабатывать HTTP-запросы на Java. А параметры через вопрос? Да. Ну, вот смотрите, как я это сделал. Это просто такой синдексис передачи параметров. А, кстати, вот нет опасности того, что... Нет, не через знак вопрос, а через амперсант, да? Ну, в частности, там различные уязвимости по поводу HTTP-запросов и прочего. Я точно в этом не разбираюсь. То, что мы именно таким образом отправляем сообщение. А в чем заключается уязвимость? Ну, в частности, боже, когда мы отсылаем сообщение и ставим, предположим, не две кавычки, а одну из них, и все остальное считается как строка, и мы считываем это все. Ну, естественно, уязвимость будет... Я понял, о чем ты говоришь. То есть ты, например, можешь вставить у него некую инъекцию, да? Да. Например, какого-нибудь JavaScript-кода. Ну, понятно, что все это будет работать только если сервер эти данные примет от тебя, доверится им и просто... Ты потом куда-то их сохранить, а потом покажешь другому пользователю так, как есть. Если это все превратится в HTML в итоге, и будет там некий JavaScript, он выполнится, вот это будет уязвимость. То есть это зависит, естественно, от реализации сервера. Вот у меня сейчас наивная реализация сервера. Вы можете что-то там попытаться сделать, конечно, но мы с вами будем делать не наивные. Мы будем от этого защищаться. Вот. А у кого-то еще был вопрос, да? По-моему, у кого-то был еще. Ну, еще вопрос общий. Давай. Ну, в частности, скейлинг как раз сделан для того, чтобы... ...защититься от множества пользователей, чтобы все могли довольствоваться нашим ресейсом. Защититься от пользователей. Ну, ладно, я понял, ну да. А DDoS-атаки, они как бы... Ну, я понимаю, что это другая сфера. Ну, да, это немножко другое, но... А в чем вопрос? От них можно как-нибудь защититься простейшими образами? То есть скейлинг не поможет уже или ищите, как не ищите. Опять же, естественно, это... Ну, понятно, что есть ситуации, когда ты хочешь обработать много пользователей. Например, если ты делаешь какой-то сервис. Который, например, для магазина. Вот, например, я работаю в компании Libaba, и там есть периодически какие-то крупные распродажи. И, естественно, в этот день мы хотим обработать большое количество запросов. Мы пытаемся скейлиться. У нас там есть некие механизмы, которые позволяют увеличивать количество инстансов нашего приложения довольно-таки быстро и просто. на эту ситуацию мы, естественно, не хотим читать DDoS, хотя выглядит как DDoS, как большое количество запросов. То есть нам нужно, понятно, что уметь отличать эти ситуации. Есть разные технологии, которые на сервере для этого используются. Разные, много разных. Ну, сейчас нет вообще. Может быть, немножечко. Можно просто. А там можно, что я из-под вашего логина могу оплатить? Наш сервер несовершенен. То есть в нашем сервере нет никакой аутентификации, да? Я просто внес на такое понятие, как и имя пользователя, и сообщение, да? Ты можешь писать все, что угодно. Так что если я там пишу какую-то ерунду, то не верьте, это не я написал. А где вы это создали? У меня есть машина, которую я купил на Amazon Web Services. На этой машине я собрал JAR-файл, пошел туда и запустил там JAR-файл. Вот и все. Мы с вами на самом деле, скорее всего, в этом курсе тоже будем деплоить наше приложение в Amazon. Мы это будем позже делать. Я вам покажу, как это делать. А это можно сделать у себя где-нибудь на компьютере? Нет, конечно, да. И любой может вот писать на какой-то там адрес, и будет там чат, в который можно заходить. Ну, если твой компьютер доступен в публичной сети, то да. Мы с вами будем это делать. Мы с вами будем деплоить на публичные сервера. Нет, вот если я хочу именно свой, вот, молиться, вот, где ты лежала, а вот у меня на компьютере, вот, кран, вот, только мое. Вот, я отправил кому-нибудь, в адресе он мог, да, писать. Просто, если ты просто у себя на компьютере что-то поднимешь, вот, смотри, мы сейчас находимся все в одной сети, например, да. Ну, то есть, это уже вопрос сетей. Вот, если ты сейчас у себя поднимешь некий чат, то другие пользователи, вот, люди, которые сидят в этой комнате, если они в той же самой сети, они могут увидеть твой сервер. Но если не в той же самой сети, то нет. То есть, ты должен сделать какие-то дополнительные вещи для того, чтобы быть доступным для всех, да. Ладно, сейчас посмотрю еще раз, сколько там людей сообщений писали. Ну, вроде бы много. Не знаю, может, это все один человек писал, но не знаю. Ладно, давайте дальше. У нас не так много времени, у нас много планов. Теперь мы хотим научиться делать все то же самое из Java, естественно. Так, что мы будем для этого использовать? Есть библиотека. Есть большое количество библиотек, мы с вами будем использовать конкретно, который называется ok.http. Ok.http. Ну, у нее есть репозиторий на GitHub, можете посмотреть, но давайте посмотрим на примеры, которые у нас в проекте есть. То есть, идем в наш проект. Открываем лекцию 4, естественно. И смотрим. У нас здесь есть такая вещь, как чат-клиент. То есть, это реализация некоторого клиента, который вы можете дергать. Вы можете дергать эти методы и делать HTTP-запросы. Куда делаются эти HTTP-запросы? Ну, вот тут есть вот, есть поля, да, статические поля, в которых эти настройки. Если вы хотите делать запросы из этого кода на наш сервер, да, на мой сервер, в смысле, который я поднял, на который вы только что делаете, запросы, то вы localhost должны поменять на этот адрес. Давайте попробуем так тоже сделать. Ну, а HTTP-запросы нужно убрать, конечно, потому что там протокол приклеивается к хосту и к порту. Ну, ладно, это просто реализация клиента. Давайте посмотрим на какой-нибудь один метод, просто для примера, да. Как использовать эту библиотеку? Библиотеку HTTP. Вот, например, как делать запрос на список всех сообщений в чате, да, на чат-чат, как тут написано. Вы создаете объект запрос, да. Вы говорите, это GET-запрос. Там есть POST, это EDIT и все, вот это там тоже есть. Вы выбираете GET. Вы говорите, на такой-то URL вы должны добавить header host, такое требование HTTP 1.1. И все, и потом говорите, клиент. А клиент — это просто некий объект, который просто создан из ничего new ok http client. Делайте запрос. Ну, я думаю, здесь все понятно, да, ведь? То есть это очень простая библиотечка на самом деле. Вы создаете запрос и делаете через клиента этот самый запрос. Вот и все. Ладно. Теперь как проверить, что все это работает или не работает? У нас на это есть тест. Вот, смотрите, у нас есть чат-клиент-тест. Заходите в чат-клиент-тест, и там, соответственно, на все вот эти вот методы, когда был вопрос, а мне показалось, есть тесты. Например, я хочу посмотреть все сообщения в чате, да. Этот тест что делает? Он обращается к тому самому, к той самой реализации нашего клиента. Нашего типа чат-клиент, да? К ней обращается. Ну вот. Тест прошел хорошо, навернулся, потому что навернулся 200, потому что все хорошо получилось. И мы увидели полный список сообщений. Понятно, что происходит, да? Все. Все. Ну, те же самые примеры у нас есть и в презентации. Можете посмотреть туда, но лучше смотрите в практику. И, соответственно, задание. Задание на сейчас для вас. Если вы посмотрите на чат-клиент, да? Чат-клиент. Вот он. Здесь реализованы только два метода на самом деле. Один логин. Другой чат-чат. А say и viewOnline не реализованы. Say — это написать сообщение в чат. ViewOnline. Показать список пользователей онлайн. Ваша задача — реализовать это. Вот и все. Понятно задание? Кому непонятно? То есть все то же самое, что мы с вами делаем сейчас из CURL. Мы с вами будем делать из Java. Вам нужно реализовать вот эти вот два метода. Вот. Соответственно, сделайте так, чтобы я понял, что это сообщение было сделано из Java. Тут мне придется вам поверить. Просто возьмите и допишите в MyMessage что-нибудь, что-нибудь типа from Java, да? Ну, просто чтобы было понятно, чтобы я понял, какое количество людей это сделали. — Стринг — запихнуть указатель на Java, и он будет с такими цифрками. И Java — указатель с собакой. — Ну да, но подделать это ненамного сложнее, но можно так. Ну, неважно. Просто допишите, я чувствую, и я понял, что это из Java сделано. Вот вам задание на 10 минут. Ну ладно, давайте продолжим. Вы, в принципе, можете еще доделывать, но у вас еще будет она практика. Вы можете доделывать эту, если не успели сейчас. Да. — Вопрос. Почему мы делаем MediaTek, Fars, Application, 3WX, 3W, Form и прочее? Что это значит? — Я просто сейчас вам боюсь наврать. Я забыл, честно говоря, что делает именно конкретно этот хедер. Это хедер важен. Давайте загуглить вместе тогда уж. — Давайте. — Я... — Да, все верно. То есть, смотрите. Вообще-то говоря, есть несколько способов передавать параметры. Вот мы с вами, когда делали это с URL, мы передавали вот так вот. — D, name, ла-ла-ла-ла. Есть другие способы. Есть, например, способ передавать их прямо в URL. Прямо, да, в URL. Вот у вас есть URL, который заканчивается на C. И вы здесь можете написать знак вопроса. Ну там, и передать здесь параметры после знака вопроса. Name равно, и там дальше, и что-нибудь равно. Это популярный способ. Просто мы с вами не его используем, а тот. И вот с помощью этого хедера мы указываем, какой именно способ. Они не взаимозаменяемые. Сервер обрабатывает какой-то конкретный. Ладно, давайте продолжим. Если что, вы можете чуть попозже закончить. Или дома. Вот, соответственно, мы с вами более-менее разобрались, как делать HTTP-запросы. Я думаю, вы уже поняли и ценные вещи, которые нужны для того, чтобы их делать. Теперь научимся их обрабатывать. Естественно, это как бы самая интересная для нас часть. Мы будем стать сервером. Он будет принимать HTTP-запросы, он не будет их делать. Так. Сейчас я очень вкратце расскажу про то, какие технологии мы будем использовать. И у нас будет следующая лекция, где мы будем более подробно про них говорить. Мы будем использовать такую штуку, как Spring. Spring — это очень популярная технология. Вообще, это фреймворк. Иногда говорят, что это набор фреймворков. Что это значит? Что это просто в каком-то смысле набор библиотек, которые очень сильно упрощают разработку сложных приложений на Java. Ну, что значит сложных? Ну, например, веб-приложений. Не просто веб-приложений, а масштабируемых веб-приложений. Или веб-приложений, которые просто разрабатываются. Они разрабатываются по стандартным схемам. Есть большое количество как бы подфреймворков в этом Spring, которые позволяют реализовывать аутентификацию, работу с базами данных. Собственно, разрабатывать сами веб-приложения. Мы с вами будем использовать такую очень маленькую часть из этого. Ну, это очень мощный фреймворк, и он, в принципе, практически стандарт де-факто сейчас в Java. Вот мы, например, работаем в Alibaba. У нас большинство сервисов работают на Spring. Раньше там, например, были какие-то другие самописные технологии, и все равно все приходят на Spring, потому что это стандарт. В принципе, есть другие, но это популярная вещь. То есть разбираться в нем, я считаю, что будет очень полезно вам. Если не сейчас, то в будущем разберитесь. Ну, то есть, да, здесь чуть больше информации про то, что такое Spring. То есть, да, это на самом деле набор таких библиотек, будем называть их фреймворками, что это такие крупные библиотеки. Они сильно меняют то, как вы разрабатываете на Java. Мы с вами будем использовать в основном Spring MVC. Кто понимает, что такое MVC? Расскажите, что такое MVC. Да, это ModelViewController. А что подразумевается под этим? Да, ну, можно так сказать, что это такой популярный подход к устройству обычно в веб-приложении, который говорит, что у нас должны быть три отдельные сущности. Это модель, то есть это в неком смысле описание нашей предметной области. Да, то есть, например, если у нас приложение про пользователей и сообщения, то модель — это вот пользователи и сообщения. Ну, там какие-то классы, например, их будут реализовывать, их будут представлять в нашем приложении. Это будет модель. У нас будет отдельная вещь — контроллер. Это штука, которая обрабатывает запросы на манипуляцию этими объектами модели. То есть, например, новый пользователь залогинился, и некоторый контроллер, некоторый класс, который будет читать с контроллером, будет совершать эту логику. И у нас будет view. Еще некоторый объект, некоторый уровень приложения, который отвечает за то, как эти данные показывать. То есть, это такой базовый паттерн устройства многих приложений. И Spring есть средства, которые позволяют делать это стандартно и просто. Мы с вами будем их использовать, хотя не будем ни глубоко уходить. Да, есть такое некоторое описание того, что подразумевается под моделью и контроллером. То есть, у нас есть пользователь, который обращается, ну, там, например, через HTTP запрос, каким-то образом, в общем, обращается к серверу, и его запрос обрабатывает контроллер, вот здесь нарисован. Который изменяет модель, изменяет данные. Ну, да, например, был пользователь офлайн, стал онлайн. Были у пользователей одни сообщения, стали другие. И потом, на основе всего, это наше приложение генерирует некоторое view, которое показывается пользователю. То есть, схема такая. Логично. MVC — это штука не только про Spring, про Java, это просто распространенная практика. Так устраивать веб-приложения. Если вы используете Django, Rails, там этот принцип используется точно так же. Так, кроме того, есть такая вещь, как Spring, где я вам более-менее объяснил, что это набор фреймворков. Есть такая вещь, как Spring Boot. То есть, я вам сказал, что Spring — это такой набор фреймворков, который позволяет очень много всего. Естественно, он сложный. Он сложный. Там нужно много разных файлов конфигурации, им нужно много классов правильным образом написать, еще что-нибудь там, пометься какими-нибудь аннотациями, еще что-то типа того. Это довольно непросто. Есть проект, который называется Spring Boot, который делает многие вещи за нас. То есть, он в каком-то смысле просто уже имеет стандартные, дефолтные настройки. Так если очень просто говорить. Вот здесь написано, что там конкретно есть. Это довольно молодой проект, тем не менее, он тоже очень популярный. Мы, например, тоже используем Spring Boot, не просто Spring, потому что с ним гораздо проще. Так, сейчас у нас будет такой обзор базового приложения на Spring. Это приложение будет чат, потому что мы с вами все время говорим про чат сегодня. И у вас будет после этого практика, собственно, дореализовать чат. Там будет часть реализована, часть нет. Та часть, которая реализована, я вам сейчас объясню. Тоже сейчас мы не углубляемся в Spring. У нас будет в следующей лекции более подробное описание того, почему это именно так, почему здесь это, почему здесь так, как сделать то-то или то-то. Здесь мы смотрим просто на базовый пример. То есть, где он находится? В папочке сервер, на этот раз сервер. И там есть всего два класса. Один называется Chat Application. Этот класс во многом стандартный для многих Spring Boot приложений. Это просто точка входа в Spring Boot приложение. Тут есть Public, Static, Void, Main. Все как обычно. И здесь есть просто некая строка, которая запускает наше веб-приложение. Совершает некоторую магию. Совершаются некие настройки, создается некоторая внутренность и фреймворка, которая позволяет потом нашему приложению, которому мы в соседней файлике написали, работать. И здесь есть такая вещь, как аннотация. Так, вы, по-моему, с серверов еще не приходили аннотации. Это в каком-то смысле это некоторая... Вам, наверное, не видно сейчас. Сейчас будет видно. Это просто некоторая мета-информация, по которой Spring и Spring Boot понимают, что вы хотите. Опять же, у вас будет после этого еще практика и теория аннотаций. Сейчас просто понимаете, это как некую мета-информацию, которую использует Spring. Конкретно, про Spring Boot Application. Лучший способ понять, что она делает, это, конечно, прочитать документацию. Тут много всего написано бывает. Но, в принципе, вот эта аннотация означает, что вот этот класс будет использоваться как точка входа для Spring Boot приложения, и мы будем использовать для нее разные стандартные настройки Spring Boot. Вот то, что я вам сказал, что есть Spring, в котором большое количество разных настроек. Если вы поставите эту аннотацию, то будут применены многие дефолты. Вам не нужно будет думать о много-много-много-много. Ну, ладно, это более-менее стандартный класс. Тут нет никакой логики, и у нас есть единственный класс, в котором содержится логика чата. Называется ChatController. Здесь слово контроллер употреблено именно в смысле MVC, CController, то есть некий класс, который обрабатывает запросы. Сейчас мы на него посмотрим. Он реализован не полностью, потому что ваша задача будет его дореализовать. Что здесь написано? То есть, во-первых, это обычный класс. Для начала это обычный класс. Не важно, как он называется, есть там слово контроллера или нет. У него есть две аннотации. Первая — контроллер. Это аннотация Spring. Опять же, можете прочитать, что там написано. Но сейчас нам важно, что она означает, что этот класс будет найден Spring и будет читаться, и будет им обрабатываться. То есть, фреймворк подхватит этот класс. Опять же, детали будут на следующей лекции. Да, давай. Настолько важно знать все аннотации и дальнейшее разработка? Есть небольшой пул стандартных аннотаций. Вы в них быстро разберетесь, вы научите их быстро использовать, я уверен. Но их много. Понятно, что Spring — это очень мощная штука. Но знать достаточно для начального уровня не так много. Контроллер — одна из них. Мы хотим, чтобы ChatController обрабатывался Spring. Что конкретно произойдет? Это я вам сейчас объясню. Будет создан один экземпляр, вот если при такой конфигурации, будет создан один экземпляр вот этого класса. Если вы посмотрите, вот у нас есть всего лишь два класса, да? ChatApplication и ChatController, и причем ChatController нигде не создается, да? И вы не видите нигде new ChatController, правильно? Почему? Потому что Spring за вас его создаст. Вот вы поставите аннотации, и Spring все сделает основе за вас. Понятно, что есть разные случаи. Например, вы можете хотеть создавать… Что это за класс? Он обрабатывает запросы, да? Вы можете создавать экземпляр такого класса на каждый запрос. Это одна ситуация. Вы можете создавать один экземпляр такого класса на все приложение. Это все настраивается Spring. Вот если вы так напишите, то он создастся один на все приложение. Это будет single tone в каком-то смысле. Хорошо. То есть контроллер для того, чтобы Spring нашел этот экземпляр и создал в единственном экземпляре. Вот. Вторая аннотация. RequestMapping. Все. Теперь мы уже переходим собственно к логике контроллера. Слово RequestMapping здесь будет означать, что вот этот класс будет обрабатывать запросы на URL, начинающийся с чат. Вот и все. Понятно, да? Вот у нас там есть такие URL. Chat, Chat, ChatOnline. Вот это все находится внутри чат, поэтому этот класс обрабатывает запрос туда. Это все по поводу класса. Теперь посмотрим на методы. Вот у нас есть, смотрите, метод, который... Давайте, который попроще. Вот этот вот. Метод Online. Он показывает всех юзеров, которые находятся онлайн. Тут тоже есть аннотация RequestMapping. Тоже аннотация Spring. Она говорит, а я вот этот метод обрабатываю все запросы, которые находятся по URL онлайн, ну, естественно, внутри чата. Понятно, да? То есть вот этот метод, вот этот вот метод, логин, он что обрабатывает? Какие URL? Кто может сказать? Да, чат. Что там? Чат, логин. Ну, это логично. Это чат онлайн. Ладно, какие запросы он обрабатывает? Запросы Get, да? Мы могли бы пост-запросы обрабатывать. Например, например, логин обрабатывает пост-запрос, потому что логин — это пост-запрос по нашей спецификации API, да? Ну, и тут есть настройка того, какой тип контента он возвращает. Ну, он может возвращать HTML, например, да? Как многие веб-приложения. Он возвращает уже HTML. У нас чат очень простой, суперпростой. Он возвращает просто текст, как мы видели. Ну, поэтому и пишут этот текст. Так, ну, что здесь внутри происходит? Это тоже некий, некий просто способ, как написать ответ. То есть вот в этом методе вы пишете логику обработки, да? У нас логика очень простая. Мы выводим просто список всех пользователей онлайн. Они все хранятся вот в этой некоторой коллекции. Users Online. Вот она, да? Некий Concurrent HashMap. Кто понимает, что такое Concurrent HashMap? Почему она Concurrent? Ну, что означает слово Concurrent в этом контексте? Да. Ну, то есть мы с вами уже проходили какие-то коллекции, у нас там были карты и списки. Ну, просто мы сейчас используем конкретно Concurrent версии. То есть, да, ты сказал, что это параллельный коллекций в каком-то смысле. Ну, это верно, только надо понимать, почему мы используем параллельное. Почему не можем обычное? Ну, да, смотрите. Вот у нас есть некий контроллер. Это, как мы знаем, Spring создает один объект, такой синглтон-объект на все приложение. Да? И после этого, когда пользователи будут делать запросы, вот эти методы будут вызываться. Вот будет с помощью некоторой магии Spring. Вот эти методы будут просто вызываться, и все. Это что значит? Что много пользователей одновременно будут читать и писать вот эти вот коллекции. Ну, всего две. Просто список всех сообщений, да, и список всех пользователей. У нас очень простой чат. У нас еще не было про это лекции, но, возможно, вы уже знаете, что нельзя просто взять и использовать обычные коллекции и писать в них из разных потоков и читать из разных потоков. Получится ерунда. Причем это будет очень сложно воспроизводимая, сложно фиксируемая, потом сложно исправляемая ерунда. То есть, если вы пишете многопоточное приложение, вам нужно будет использовать специальные коллекции. У нас, опять же, про это будет лекция. Вот это я объяснил, почему здесь конкарнат версии коллекции. Они все в стандартной библиотеке Java есть. Так. Кто еще что-то не понял? Вот сейчас вот. А у нас будет определенная месседжер, чтобы каждый раз хранить то, что мы приняли. Ну, ладно, давайте я вам объясню. У нас тут всего две коллекции. Больше никакого состояния в нашем чате нет. UsersOnline. Если мы посмотрим на метод логин, то просто, когда пользователь к нам пришел и такого еще не было, мы его добавляем в UsersOnline. Логично, да? Все. Месседжер – это просто список всех сообщений. Вот он так у нас используется. Какой-то пользователь вошел, мы пишем в этот месседжер сообщение о том, что пользователь вошел. Если кто-то пишет сообщение, мы пишем, такой-то пользователь написал такое-то сообщение в эту очередь. Эта очередь, у нее сохраняется порядок, и потом мы ее выводим. Вот и все. Я думаю, что вы поняли идею. Понятно, что существует какая-то магия, которую делает Spring, которая вызывает нам эти методы. Мы с вами до этого Java-приложения уже несколько написали, и мы всегда создавали сами объекты. Мы всегда создаем объект, потом вызываем какие-то методы, и весь поток выполнения программы контролируется нами. Но оказывается, что в больших приложениях это не очень удобно. Это будет очень громоздко, это будет очень сложно изменять, сложно тестировать. Поэтому Spring позволяет нам просто написать какой-то метод, обработчик. И когда он будет вызван, это все сделает Spring. Вот в этом вся магия Spring. Ладно, давайте тогда начнем сразу практику делать. Соответственно, практика ваша заключается в том, чтобы дореализовать все эти методы, которые не дореализованы. У нас уже реализованы онлайн и логин. Еще у нас есть логаут. Ну ладно, про логаут у нас просто не было описания API. Вы можете сами его написать, придумать. И знакомые уже нам сей и чат-чат. Смотрите сюда, на уже существующий метод и реализуете. Понятно, да? Ну ладно, сейчас по заданию спрошу. У кого-нибудь про задание есть вопрос? Да, что значит? Респонс статус. Да, респонс статус. Сейчас я просто найду, где он у нас возвращается. Ну вот, смотри. Как мы уже говорили, у нас HTTP — это протокол. Ну, так как это протокол, у нас есть определенные правила. У нас есть запрос, есть ответ. И в ответе есть, первая вещь — это статус. Типа успех это или не успех, и какая там была ошибка. Уже второе — это там хедеры и боди. Есть стандартный набор статусов. Вот если вы просто загуглите — HTTP. Статус, если лучше, вот так вот. Просто, конечно, примерно статью в Википедии про HTTP, но лучше, конечно, смотреть не в Википедию, не в русскую. Тем не менее. Тут есть обзорный список, и на каждую популярную ситуацию, которая может произойти в вашем веб-сервере. И не только веб-сервере. Может быть, еще и до попадания на веб-сервер. Есть определенный код. Вы все видели код 404, наверное, да, ведь? Делаете запрос, ничего не нашли, просто написали неправильный запрос. Браузер вам говорит 404. А что нужно возвращать чат? Пописали API, написано, какие коды вы должны возвращать. Когда вы продумываете API, вы, соответственно, смотрите на этот список и думаете, какая ситуация нам подходит. Да? Понятно, что используется небольшое количество из этих кодов. 200, 400, 4, 300, если у вас есть какой-то редирект, если, например, у вас есть какой-то ресурс, но не на этом сервере. Или, возможно, вы что-то сделали, а теперь хотите послать пользователя на какой-то другой сервер, чтобы он что-то еще сделал. Например, вы залогинились и хотите послать пользователя на какую-то там новую страничку приветствия. Вы говорите, редирект. На все эти ситуации есть ошибки. Они сгруппированы, да, как вы видите. 200 – это разный статус и успеха. 200 ок – самый стандартный статус. Значит, просто все хорошо прошло. Если вы что-то при этом создали, говорите 201. Ладно, какие еще вопросы есть по заданию? Да, в общем, это задание вам до конца пары. И в конце, еще через минут 10-15, мы сделаем summary. Значит, я вам не рассказал про то, как сделать так, чтобы Gradle работал со Spring. Давайте я вам сейчас покажу. И покажу, как собирать проект и запускать его. Так, у нас есть Build Gradle, в котором все настройки Gradle. Здесь просто добавилось несколько лишних, не лишних, несколько строчек. Во-первых, чтобы Gradle работал со Spring Bootом, нужно добавить эту строчку. Plugins. Новый плагин. Во-вторых, Spring Boot, OK, HTTP, это на самом деле библиотеки. В каком-то смысле. Это крупные, но библиотеки. Мы их включаем точно так же, как все остальные библиотеки через dependencies. Вот они. Если вы посмотрите, то мы включили сюда... Ну вот, OK, HTTP-то понятно, это просто небольшая библиотечка для работы с HTTP. Вот она. Второе. Spring Boot Starter Web. Это просто большой jar-файл, в котором включено все, что нужно, чтобы работал Spring с веб-приложением. И третье. Spring Boot Starter Actuator. Это штука, с помощью которой вы можете отслеживать статус нашего приложения. Это очень удобная штука. Например, вот тот сервер, который я для вас поднимал. На 54.224 вот это вот все. В нем работает Spring Boot Actuator. Я просто покажу, чтобы показать какая-то интересная штука. И автоматически на вот таком порту, вернее, не на таком порту, а на таком URL появляется там некий обработчик, который говорит, что наше приложение хорошо стартовало. На самом деле, можно гораздо больше настройок актуатора включить. Наверное, к следующей лекции мы их включим, с помощью которой можно смотреть работоспособность вашего, отслеживать работоспособность вашего приложения. Вот это про Spring Boot Стартер Actuator. И, в принципе, все. Больше ничего нового не добавилось. Ладно, теперь как запускать приложение, которое написано в Spring? Да, ничего особенно нового на самом деле. Если хотите запустить из идеи, ну просто в Publish Static Void Main идете, запускаете. запускаете, запускаете, запускаете. Spring какую-то очень большую магию вначале сделает, выведет очень много логов, ну довольно быстро это сделает и скажет, что он поднялся. Вот started application. Тут на самом деле довольно интересные логи. Тут, например, написано, какие URL теперь обрабатываются. ну и как это проверить? Как проверить, что мой север поднялся? Ты можешь мне сказать? Ну да, мы можем сходить на localhost, на эти самые... Нет, там чат-чат не реализован. Чат онлайн реализован, но там никого нет, никто не залогинился, да? Я могу залогиниться точно так же, как мы с вами логинились? Только на этот раз на localhost, да, есть? На localhost, на свою машину. Все. Теперь посмотрю, я онлайн. Ну вы поняли, мы подняли тот же самый сервис, только локально. Да, localhost — это обозначение для локальной машины, да. локально в сети и в вашей машине сможем подключить сопротивление. Ну, сейчас. Да, все верно. Если ты находишься в сети, в моей сети, то я тебе могу дать свой IP-адрес. Вот он. Я могу и так написать, в принципе. Вот. Можете это скопировать, и вы увидите то же самое, что и у меня. Вы пойдете на мою машину. Как я запустил Spring Boot приложение? Да. Ну сейчас я просто запустил из идеи. Просто. Открыл Chat Application, запустил, как мы обычно приложение запускаем, ничего особенного. оно запустилось на порту 8080. Это просто дефолтный порт, на котором Spring Boot поднимает приложение. Он настраивается. Просто можно в настройках приложения это написать по умолчанию 8080. Ладно. Как собрать jar? Да точно так же. Когда вы говорите Gradle you clean build, только нужно в нужной папке это сделать. на стадии build собирается jar-файл, как мы знаем. Да ведь? Он находится в build.libs по умолчанию. Давайте проверим это. build.libs дайте 0.4. Да. Файл, который создан только что. Как его запускать? Вы знаете. Как? Как запустить этот jar-файл? Да. Java минус jar. И путь к этому файлу. Все то же самое. Сейчас, правда, мой сервер не поднимется, потому что порт будет занят. Я поднял вторую копию приложения. А, нет, поднялся. Видимо, я старую опустил. Это понятно, да? В принципе, ничего нового. Значит, как задавать это задание? И это задание и предыдущее, то, что мы делаем сегодня на практике. Вы задаете в виде pull request. Это как бы наша практика сегодняшней лекции. Задаете, пишите, как обычно, свое имя. Мы это потом проверим. То есть, pull request? Да, нужно сделать pull request. То есть, мне сейчас показывать не обязательно. Если у вас есть вопрос, так показывайте. Вопрос. Да, вопрос давай. Мне кажется, у меня не проходит тест в логин. Да, это понятно. Те тесты, которые мы сейчас написали, естественно, это не настоящий тест. Это тесты, которые просто позволяют вам, ну, просто вы, нажав на одну кнопку, все вот эти наши HTTP методы заранее подготовленные, да? На следующей лекции у нас, ну, скорее всего, на следующей, будет практика с использованием Spring-теста. Мы-то будем с вами следующий тест писать. Пока это нормально. Если тест логин не проходит, это нормально. Ладно, еще был вопрос. Сейчас. Просто почему-то несколько раз люди опять меня спросили. Вот это вот что такое? Я уже объяснял. Application Form URL Encoded. Объясняю еще раз. На примере CURL. Вот когда мы с вами делаем пост-запрос, мы там параметры передаем. Видите, да? Мы говорим минус D и параметры нашего запроса передаем. Это не единственный способ, как мы можем передавать параметры. Это мы как бы в теле запросы их передали. А еще мы можем передавать их просто вот так вот. вернее, это так будет. Name равно admin. Тоже и так можно передать, но это будет другой способ передачи. И, соответственно, просто на сервере мы говорим, какой способ передачи мы принимаем. И говорим про тот, который с минус D как бы в боде. Если мы отправим при помощи второго, то мы просто-напросто отторгнем этот запрос. Да, можете попробовать. У вас ничего не получится. Да. Нет, это не текст plane value, это другое. Текст plane value, вот смотри, тут есть, я сейчас показывал на пост метод и у него есть такой штука как consume, то есть как он получает параметры с запроса. Вот эти параметры, вот эти вот параметры, они откуда берутся. Ответ. Из боде или когда мы из URL делаем запрос, это будет минус D. Или когда из okhttp, то это будет там body, метод body вы вызываете. А про produces plane text value, это значит этот же метод онлайн, он же нам возвращает на самом деле страничку, вот это вот с теми людьми, которые онлайн. В каком виде ее вернуть? Ее можно вернуть в виде HTML, можно вернуть в виде JSON, можно в виде простого текста. У нас простой текст. В будущем мы чуть-чуть улучшим этот чатик, у нас будет HTML-чатик, который будет выглядеть как настоящий, а не так, как просто белая страничка. Мы изменим эти параметры. Да. А ты подойти? Ладно, а еще такие вопросы, которые не подойти, есть? Контракт есть, тест тоже нам необязательно, чтобы выполнялся, можно его заигнорить. Да, контракт, это мы сегодня делаем. А все. А с логином, еще раз, можно его просто заигнорить или желательно исправить перед этим практиком? Да, тест логина, чтобы у вас тесты все проходили, сможете заигнорить, да, это хорошее решение. Но все тесты разыгнорите, там у вас игнор есть, а логин заигнорите. Почему нет? Логин предложенная функция. Нет, там нет ошибки, просто ты не можешь дважды залогиниться, вот и все. А, нет, если там такая ошибка, то исправьте ее, но нет, ошибка не в этом. А, я понял тебя. Да, я понял. Да, скорее всего, там проверяется и тот случай, что мы уже залогинили тоже, да, но там ошибка, я понял тебя. Сделай pull request и вообще просто исправьте это и, да, не игнорьте его, все правильно. Сейчас я найду это место. Чат клиент тест, а где это, где это? А, первое же самое. Там вот так, да, вроде как. В общем, посмотрите, так что он проходился. Во-первых, мы с вами начали с лекции с того, что повторили, какие у нас бывают эксепшены, какие бывают коллекции, как они устроены, какая у них асимптотика, мы это не говорим, но это нужно знать. Это правда очень популярный вопрос, на собеседованиях, знайте, пожалуйста, их. Про коллекции, про коллекции исключений. Саммари, я сейчас говорю саммари. Ладно, второе, про HTTP. Просто знание HTTP это совершенно базовая вещь, которую должен знать любой современный программист. Мы на это довольно много времени потратили, чтобы вы понимали все в деталях. Пожалуйста, с ним разберитесь. И третье, мы с вами сегодня, ну, поиспользовали OK, HTTP, ладно, это просто довольно-таки простая библиотечка, чтобы вы просто представляли себе, как делать HTTP-запросы Java-кода. Важнее Spring. опять же, следующий лекция у нас будет с более детальным обсуждением Spring. но теперь вы хотя бы должны понимать, как по шаблону сделать некий обработчик запросов, да? То есть теперь вы уже, в принципе, можете написать свой собственный чат. Вы знаете, куда писать логику, правильно? Вот и все. Значит, та практика, которую мы делали сегодня, ее присылайте в виде пул-реквеста. На самом деле, давайте так, давайте заигнорим эти тесты, правда, это не важно, проходит ли тест, или нет, я просто буду смотреть, что вы сделали правильную реализацию всего, всего, что нужно. И, да, если вы не сделали второе домашнее задание, да, делайте его, пошлите, вы просто получите небольшой штраф в баллах, но это довольно важное домашнее задание. Следующее домашнее задание, скорее всего, вы будете сдавать уже в группах. Я думаю, что в следующий раз мы вам объявим, должны быть разделиться на группы. Ну и все. Теперь оставьте обратную связь. Напишите, что вам понравилось, что нет. Мы на это обращаем внимание. Субтитры создавал DimaTorzok,